всем приветики мы сегодня снова вымойте и кто давно на меня подписан я помню ваши комментарии по поводу расхламления вымойте и куда же все это делать а главное откуда все это взялось в общем сегодня мы будем расхламляться в голубой комнате под вот этим вот чудесным диваном я в него еще не залезала но сейчас посмотрим что здесь есть и от чего стоит избавиться потому что как оказалось я даже не знала что этот диван внутри таит нарнию я об этом сказал ник говорит ну давай ты там чуть расхоломишь посмотришь что там так вот сейчас будем если я вообще подниму эту крышку будем смотреть а здесь у нас смотрите как вкусно здесь куча вещей я знаю только одно что здесь есть секретка она примерно вот здесь но мы до нее тоже доберемся итак поехали расхламление так первое что у нас здесь о господи шторы шторы с голубыми цветочками ну блин на самом деле вроде бы как и даже материал ничего себе такой это шторы на одна штука и можно даже наверное ее и оставить ну-ка мы посмотрим она только вот у нее лента тут вот такая мелкая которую на крючочке можно вешать это конечно геморрой каждый раз ну ладно мы ее пока оставим тут вроде есть старая если они обе будут нормальные потому что это все таки предстоит делать ремонт то в принципе эти шторы если все остальное сделать более-менее однотонные и спокойно и то эти шторы вот с такими напоминают цветочками возможно даже и нормально будут здесь смотреться все лучше чем совсем без штор если делать ремонт под сдачу да и шторы на самом деле без зацепок нормально можно будет оставить сейчас здесь конечно шторы сделаны подвешены на черте что я поставлю фотографию вот сюда как это сейчас работает и как это печально так следующий лот это жилетка но она сразу идет на мусорку она детская но она сделана из какого-то непонятного вообще материала ну то есть искусственный мех причем который уже весь помялся вот подмышками он даже с каких-то блин затертости смотрите ну в общем это уже конечно никуда не годится поэтому отправляется в мусорку так что-то у нас красненько а это майка тоже как от детская майка из искусственного из искусственного бархата линдекс это по-моему вообще из магазина лидо и ну такая простенькая майка ну кстати знаете что я ее наверно даже оставлю потому что по размеру это как раз на галю на племяшку ника вот вполне себе можно ее взять как какой-то праздничный вариант верха например брючки какие-то надеть и сверху вот эту бархатную маечку оставим дальше что-то в жутких розочках как говорилось в одном известном фильме так это я вам сейчас покажу на себе меня даже удачная майка чтобы что-то на себя мерить ее не снимать так это вот что-то вот такое жутко жутко пластиковая да вот такая вещица но это конечно уже вообще никуда потому что это уже совсем вышло из всех возможных вариантов стильно модно молодежно или хотя бы современно она кстати у вас смотрится прям супер ярко красный а на деле она ну скажем такого больше винного цвета цветопередача не очень хорошо передает вот таким образом это все должно выглядеть мне еще что она в рукавах немножечко узковато но это выглядит как минимум странно так это уже точно не актуально даже кому-то это если подумать что пригодится из нынешней силе ника не надо для прям такие антистайл вещи так что это такое это юбка тоже из магазина ли дал сорок четвертого размера размера давайте я даже наверно поставлю как-то чем камеру и приложу на себя чтобы вам было понятно как это выглядит так вот такая юбка сейчас еще раз подальше поставлю чтобы она прям меня может быть в полный рост видно если влезем сюда так вот такая юбка но это конечно жесть это прям бабкин стайл и она из какого-то жуткого синтетического материала поэтому от этой супер вещи мы избавляемся как всегда наберем с вами целый клад вещей так наверно буду как-то пытаться сначала верха а потом вниз и ой ой господи так что это такое еще одна аналогичная юбка но у нее такой неприятный материал и конечно вверх вверх на резинке мне кажется это какая-то самодельная юбка хотя нет может и не самодельная потому что непонятно вообще кто ее делал потому что видите вот здесь вот на подкладе сделано надеюсь вам видно оверлоком обметка оверлок обычно в доме редко у кого бывает вот поэтому мне кажется что возможно она была сделана где-то как-то на фабрике а потом ее допиливали самостоятельно но в любом случае она у нее очень неприятный материал и до кучи она еще может светиться на просвет а у меня сейчас свет падает в меня поэтому вам не очень видно а мне вот в другую сторону видно что она еще светится нет не на такое носить так дальше дальше у нас идет свитер вот такая вот такой тоже конечно никто сейчас уже не носят жуткого синего цвета в облипон либо это их на детей ну судя потому что это старенькие вещи это все было женское и в облипон сейчас попробую найти если где то есть состав состава нет к сожалению да ну конечно этот свитер уже тоже вообще не актуален хотя и приятный на ощупь но он еще в катушках так избавляемся нечего тут жалеть так be young excel кофточка кстати знаете на удивление сейчас вот такие кофточки в облипон опять ходят в тренд вот единственное что ну как по мне я вот такие вещи не люблю это почему потому что ну она очень тоненькая и сопливенькая видите она вроде бы у нее здесь отложной воротничок и вроде бы так все элегантно аля офисно ну можно так подумать из-за воротничка но она прям вот такая сопливенькая с каким-то еще странным блеском в общем не очень не очень это все конечно актуально и совсем не похоже на то что сейчас тренде ну и плюс она конечно видно что она прям такая дешевенькая сопливенькая плохо сделаны прорези в дырочках поэтому да тоже отправляется туда же на переработку то что-то мне принес что-то трампик нам принес какую-то штучку резиновую и сломанную судя по всему мы тоже выкидываем на грозе так следующая модель у нас это флисовая кофта но флис уже такой старый дубовый прям стал когда-то флис вообще классная вещь особенно на зиму сейчас как раз зима будет может быть кому-то полезно он очень хорошо греет то есть например ты идешь гулять понимаешь там будет супер холодно может быть по каким-то причинам у тебя нет прям из натуральной шерсти кашемира ну вот чего-то натурального хорошего свитера качественного флиски стоят недорого то есть вот на моей памяти в декатлоне можно купить флиску там чуть ли не за 10 евро но флис флис уродин во первых они бывают тоже разные выделки визуально они выглядят очень одинаково но на ощупь ты чувствуешь что вот если он такой кондовый дубовый скорее всего год ему будет жизни максимум вот когда он более мягенький он может подольше послужить но когда он мягенький может быть другая проблема что на него может липнуть вот если сойдется все три момента один в одном что он будет мягенький не кондовый недорогой и к нему не будет липнуть это будет прям супер штука на долгие годы как он работает это все пошло из зимних видов спорта когда ты надеваешь три слоя одежды на себя иногда бывает четыре если супер холодно там типа минус 20 и ниже вот но обычно хватает для спорта вполне трех ты надеваешь тоненькую тоненькое термобелье которое призвано выводить влагу от твоего тела вот если ты потеешь когда занимаешь спортом влага через это термобелье выводится дальше у тебя флиска и они ну да не правда бывают разной ценовой категории в зависимости от бренда самый дешевый как сказала где-то от 10 евро начинается это в рублях ну около 1000 рублей плюс-минус вот флис также выводит влагу и еще сохраняет тепло он прям вот хорошо греет то что он такой пористый материал синтетический но очень хорошо греет и третьим слоем ты надеваешь куртку которая не промокает вот и защищает тебя от ветра такая непродувайка непромокаемая и вот вот этот вот слоеный пирог одежды он не позволяет тебе оставаться мокрым когда-то вспотел потому что все три слоя выводят влагу и благодаря тому что верхний слой не пропускает воздух и влагу ты не намок не намокаешь снаружи и тебя не продувает ветром за счет этого все спортсмены альпинисты сноубордисты и лыжники и так далее вот они всегда остаются сухими им тепло это очень удобно в чем проблема с этой флиской она уже вот как раз как те виды флиса как про которые я рассказала которые плохо работают она стала уже достаточно кондовый и флис он когда ему приходит уже все срок годности отправляться на пенсию он становится вот такой страшненький если здесь будет какой-то флис в хорошем качестве я покажу для сравнения вот так выглядит уже тут он уже страшненький видно что он такой затасканный поэтому конечно не оставляем его отправляем на пенсию вот потому что вещей кажется здесь просто дофига и если помните мои старые видео я тут оставила несколько хороших таких базовых шерстяных свитеров и джемперов которые на случай если сюда кто-то приедет из семейника и будет холодно смогут ими воспользоваться так следующий лот ой тут еще пылище целый вагон следующий лот вот такой опять сопливый джемпирог бренда доме доме доминик энгро и все так интересно все размеры сразу dtsml excel и все так это тоже жуткий синтетика с жутким уже конечно вообще не современным дизайном и очень сопливая поэтому даже мерить не буду отправляем сразу out так что здесь здесь еще один свитер ой блин ну тоже вот раньше была мода в начале двухтысячных может быть в конце 90-х вот эти вот из как бы кофты накидушки я их так называю они очень воплипку и очень сопливенькие я не знаю кому они что грели видимо ничего и никому знаете вот дома когда у тебя батареи работают ну так чисто вроде зима вроде что такое на себя надеть вот но это конечно вообще уже никак не работает но то что это слишком замудренный дизайн для того чтобы сейчас носить слишком сопливенькая да и уже к сожалению закатанная хотя когда-то когда-то я понимаю что это была очень модная вещь но не сейчас к сожалению еще вот из-за того что здесь не пуговицы а кнопки сейчас расстегну покажу в местах где эти кнопки это либо вручную растягивать либо если ты вот так вот просто тянешь шерсти или вот в данном случае аналог шерсти вязаные кофта очень растягиваются и вот здесь конечно тоже все перерастянулась поэтому да отправляем на переработку дальше что у нас интересного охоже мой жуткие розочки черти что жутких розочках тоже рассказываю про этот джемпер что с ними так он хорошем состоянии сейчас я посмотрю может быть даже есть какая-то какой-то состав интересный 30 процентов шерсть 70 хлопок ну да и вот у нее на ощупь чувствуется что она вот какая-то такая приятная натуральная за счет хлопка и немного колется за счет шерсти но девочки вот это вот черти что и сбоку бантик или в данном случае розочки тут еще блестки которые частично отвалились а еще вот здесь посмотрите здесь еще какое-то вывязанное типа кружева и кружева как это надо назвать правильно в общем тут ту матча на текущий современный лад вот этих вот деталей было бы она просто ровная это была бы вещь конечно все времена а так нет избавляемся так дальше майка из магазина линдекс она сразу отправляется у нас на мусорку потому что она в каких-то ржавых пятнах да видно даже на видео ужас я так подозреваю что когда туда все складывали возможно этого всего и не было потому что если вещи не работают они долго где-то лежат от них непонятно вообще откуда образуются вот эти непонятные пятна и вещи даже вот бывают желтеют портятся вот именно когда они вот так вот очень плотно друг на другом лежат поэтому вместо что покупать кучу вещей и складировать их лучше носить все самое лучшее на повседнев так здесь у нас видно данное на видео что это черное с таким фиолетовым переливом платье платье я тоже думаю либо на какую-то худенькую девчонку либо на галю может быть уже будет как раз я думаю что ей по росту как раз будет хорошо просто базовое платье если хороший плечевой как будет этот пояс нету каких-то лишь лишнего веса и все хорошо выглядят в принципе можно в любом возрасте носить единственное что вот взрослых женщин вот эта часть подмышечная тут тоже кожа стареет и морщинки появляются смотрится уже некрасиво то есть как выйти из этой ситуации если в остальном хорошо сидит просто внутрь надевать такую водолазку из сетки а а сверху уже вот это платье то есть она не добавят теплоты какой-то чисто вот немного прикроют эти морщинки если они смущают и будет все это очень круто смотреться поэтому это платье вместе с красным топиком оставляем правда прикольно и такой благородный фиолетовый цвет это же вот в чем хороши современные синтетические материалы в данном случае вот этот бархат вот ему сколько лет с ним ничего не будет он и сохнет хорошо и почти не мнется то есть он там лежал комком а складок из мятости почти нету поэтому оставляем поедем когда встречаться с сестрой ника наверное захватим с собой все эти вещи возможно они им пригодятся потому что галлика растет красивые патюшки иногда хочется носить так что это тоже какая-то странная кофта немного колется может даже и шерстяная красного цвета в принципе если отпороть вот эту пуговицу то будет вполне себе нормальная кофта сейчас мы глянем из чего она сделана так о кстати да стопроцентный шерсть мериноса прикольно да тогда вот эту оставим потому что пуговицу я сейчас отпорвать не буду посмотрим сколько вещей у нас в принципе останется из вот таких вот прям хороших шерстяных которые хорошем состоянии мы сохраним и возможно среди них тоже может какие-то лучки как-нибудь я доберусь сделаю компоновку из старых вещей как выглядит современно так следующая часть марлезонского балета тоже конечно пойдет сейчас на переработку это тоже джемпер тоже из какого-то непонятного материала бабушки надеваешь вот такие вещи и сразу понимаешь что выглядишь немного странновато мягко говоря да так во первых это какая-то синтетика он еще немножко так уже мягко говоря стал устал устал вот и она с коротким посмотрите каким рукавом то есть это либо на какую-то женщину ну вот насколько сантиметров на 20-30 ниже меня все 150 рост примерно и очень толстенькую и вот цветочки и вот в чем проблема цветы вообще очень капризный принт и в нем легко скатиться именно в бабку и вот чтобы этого не делать либо нужно очень хорошая насмотренность что ты смотришь на принты думаешь не вот это стильный принт в цветочек а вот этот вот бабкин вот либо нужно очень хорошие насмотренность чтобы сразу понимать какая вещь вот этот бабкин чтобы сразу понимать какая вещь ок а какая не очень либо лучше избегать этого чтоб точно не промахнуться так дальше дальше идет еще какое-то платье вот тоже кстати я помню вот эти платья были то есть это что это вязаная можно даже и махер такой не очень не очень хорошая потому что к нему все липнет сейчас посмотрим не тут срезана все но по на ощупь похоже на махер в чем платье зимнее платье шерстяное с толстым воротником но она посмотрите какое просвечивается то есть на голо тело его не наденешь потому что понятно что эти там будет белье у тебя там будут колготки и все это вот в этом апплипон нам платье будет пролегать соответственно внутрь нужно какое-то внутрянку надевать то есть там не цель платье комбинацию или платье футболку ну который только будет длинный рукав вот в общем это слишком много всего скорее всего даже платье вот эта футболка не поможет потому что будет все пролегать это что-то очень такая рыхлая вязка и в любом случае вот эти платья смотрелись плохо они на моделях я помню когда минут смотришь либо в интернете либо в журнале каталог на моделях они смотрятся хорошо потому что понятно под фотошопе или все хорошо когда надевает его живая женщина так чтобы это можно было носить чтобы это выглядело красиво она все равно получается так вот как колбаса в сеточку поэтому эти платья они очень опасны вот эти вообще платья трикотажные вязаные шерстяные нужно очень аккуратно выбирать то сейчас тоже пошел тренд что их носят нужно выбирать чтоб у нее был такой плотный трикотаж чтоб через него ничего не пролегало тогда это будет смотреться хорошо опять же при условии что хорошая фигура что не будет вот этих вот бугорков из-за нюансов фигуры все будет нормально выглядеть так следующий лот господи брюки брюки бренда dromedar 40 размера я их пока отложу чтобы мне туда-сюда не прыгать так дальше у нас идет жакет джей 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 джинс какого-то шведского бренда тоже смотрите она типа джинсовая не джинсовая ну что подобное с коротким на мой рост рукавом коротковато показалось что пятно да вроде бы нет вот такая странная коротко очень странная очень тоненькая такая тоже тип ветровки но непонятно подо что 1 пока оставлю потом посмотрим сколько на разбор ушло из оставшихся вещей сколько осталось и может быть их по кругу еще раз разберемся так дальше какая-то дранина кусочек ткани ну смотрите какой весь подраный 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 со всех сторон зачем он здесь лежит непонятно так отправляем на переработку так что-то еще из искусственного бархата какое-то платья судя по длине да бархатное платье хорошее так бархатное платье на кого-то очень высокого худенького у меня похожее есть платье тоже из искусственного бархата из zara тоже такое же длинное только у меня вот здесь обычная как на майке горловина у меня такая она ведь его то я так на одно плечо хорошее платье оставляем тоже возьмем девчонкам может пригодиться куда-то чтоб не покупать так что в принципе такие платья вот простого кроя их обыгрываешь актуальными украшениями прическу какую-то делаешь современная плюс туфли сумочка и в принципе такого платья может носиться если фигуру позволяют всю свою жизнь она никогда не выйдет из моды так а это у нас слушайте вы тут были брюки которые я отложила на попозже и здесь есть такой же пиджак мы посмотрим это все вместе когда придет время так еще одни брюк столько в полосочку так ох ты ох ты божечки мои смотрите какая жилетка вот это прикольная вещь бархатная жилетка из искусственного бархата жилетка расшиты это очень красиво кстати вообще прикольная штука может даже взять себе поносить бархатная жилетка что у нас здесь как она застегивается она застегивается на потайные вот эти вот застежки очень красивая правда надо будет тоже отвести так сейчас да что ж такое не получается так так а я немножечко промахнулась по тут еще и папа да вот так это должно быть да средь как классная жилетка она надевается тут вот даже завязана надо будет развязать она может кстати даже и мужская такая праздничная ух ты блин это правда очень круто смотрится она вся расшита но я подозреваю что это машинная но не суть важна тут вот стеклярус идет дальше идут пайетки бисер очень красивая вещь это точно однозначно оставляем такая праздничная ну сейчас самое лучшее на поседине в поэтому оставляем такую красоту так сейчас мы аккуратненько сложим вовнутрь чтобы ничего не посыпалось так дальше у нас идет платье ну такое платье я мерить не буду я думаю вы тоже все понимаете что это бабулин вариант сейчас такое уже никто не носит такое платье халат модно было одно время я помню мама у меня даже ходила когда это был прям супер супер модно она еще она фон все в пятнах да точно на мусорку дальше что у нас так это тоже брюки отправляем на попозже к брюкам это что юбка юбка странной длины и внутри ухты как интересно тут сделано смотрите юбка она длиной наверное чуть ниже колена это такая тоже опасная длина она очень делает квадратистой фигуру потому что конкретно в этой юбке она идет на поясе и здесь блин а как бы там показать мелкий рисунок не видно надеюсь будет видно видите она сбор на сборках то есть она идет на пояс и она добавляет объема на поясе за счет вот этих сборок именно в районе талии хотя в районе талии по бокам и на попе потому что спереди видите тут гладенько и нету никаких сборок но внутри так сейчас я внутри есть под юбник он очень странной формы сейчас я попробую вам изобразить видите разрезы очень странные разрезом то есть возможно да здесь есть разрезы на юбке спереди но из-за того что под юбник тоже с разрезами и верхняя юбка с разрезами в момент движения они будут так переплетаться и у тебя будет из юбки выскакивать вот этот вот кусок под юбника выглядит странно очень очень много вопросов к этой вещи поэтому не стоит современном мире такими деталями заморачиваться так тоже так здесь у нас рубашка из жуткого синтетического материала такое раньше и сейчас наверное носят главбухи где-то в небольших компаниях но правда для главбуха размерчик маловато почему такая вот рубашечка казалось бы на лет ну хорошо в принципе такой лаконичный дизайн вопросов нету но проблема в чем проблема в том что она стопроцентный какой-то жуткий синтетик сейчас посмотрим написано тут стопроцентный полиэстер вот и летом конечно ты будешь в ней все время мокрая из этого стопроцентного полиэстера потому что если полиэстерное термобелье она за счет вот плетения специального она выводит от тебя влагу то вот эти вот вещи из магазинов они у них нет такого плетения к сожалению и лагу они не выводят поэтому ты будешь в ней потеть а зимой тебе будет в ней холодно в общем вещь такая непонятно куда в ней ходить в таком формате но она отправится на переработку но на ней пуговицы из перламутра и пуговицы я преждевременно от нее отпарю потому что их можно куда-то перешить на какую-то хорошую вещь где будут неудачные пуговицы вот аналогичная рубашка там был белый полиэстер а здесь такой кремовый полиэстер но и за счет того что она кремовая как будто бы она уже пожелтела вот это конечно тоже очень плохо выглядит и вот смотрите из-за того что еще материал не плотный а такой просвечивает здесь видно от ворот от ложного воротничка что он просвечивает и получается что ты такая ходишь вот здесь вот какие-то непонятные полоски зачем неизвестно здесь еще знаете что по подолу идет по подолу вот такой вот какой-то машинный рисунок тоже знаете как в советском союзе детских садах на шторах делали этот экземпляр у нас даже без красивых пуговиц поэтому сразу прямиком на переработку так дальше дальше у нас об два в одном сейчас посмотрим обе рубашка она вроде бы хлопчатобумажная мерить мы ее не будем она сразу отправится на переработку потому что смотрите каких она пятнах тоже непонятно потому что она чистая но она в пятнах поэтому сразу в мусорку так у соседей музыка какая-то играет так дальше дальше тут одинакового плана вот этих вот рубашек женских с коротким рукавом целая куча вот это тоже есть вопросы машинная вот это вот вышивка которую уже сейчас никто не использует и смотрится это конечно архаично очень и опять же куца потому что она где-то на спине да она приталенная пуговицы обычные она тоже также просвечивается как и на предыдущих вариантах и тоже вот он просвечивается и смотрится это ужасно и получается представляете вот либо под нее нужно надевать что-то одной одинаковые так с рукавом рубашки длины белое чтобы это было как подложка либо у тебя будет видно все пролегать за счет того что это очень тоненькая там и бюстгальтер даже если наденешь бежевый и он не будет виден но пролегать он будет ночью тоже есть вопрос к таким вещам как вот люди все это вообще придумывают зачем непонятно так что это такое а так еще один вариант у меня как-то у самой подобного плана была кофточка и и тут даже вон зашивали видимо чтобы был по не такой глубокий вырез но она просто она как знаете такие полиэстерные сумки в магазин ходить вот вообще из такого полиэстер полиэстер полиэстерой рознь бывает разный смотрите что с ней вроде бы тоже казалось бы ну что тебе футболка и футболка нормальный вообще вариант она первых сделана просто такую два куска взяли рукава прорезали и норм во первых тоже материал жутчайший неприятнейший здесь опять пролегает все это и соответственно и белье и все что у тебя там будет будет все видно как-то ну странно мне почему вот здесь вот зашили чтобы сделать по возможно горловину не такую глубокую либо как-то даже укоротить проем может быть чтобы здесь не было белья видно в общем это как-то узковато и вот подтягивает немножко вот в этом месте как-то неудобно и второй момент рукава наподобие рукав летучей мыши иногда это называют но обычно так посильнее конечно расширяется но в чем проблема проблема вот в чем в том что вот этот вот рукав который не в точной а как-то сам собой появился он очень старит в целом женскую фигуру ты получаешься как будто вот здесь в этом месте какая-то очень объемная и если массивные крупные женщины они скрывают ну какой-то лишний объем в руках и здесь хотя он не скрывается так немножечко прикрывается то девчонки которые с нормальной фигурой или худенькие они наоборот все здесь всего добавляют и сможет это как минимум странно в общем тоже прошло время когда были в моде вот такого дизайна формата кофточки поэтому призываю вас такие кофточки не покупать себе так едем дальше так это сюртук сюртук синий так не рукавчик коротковат у тоже вот из начала 90-х когда было модно все в облипон конечно сейчас это уже такое никто не носит но и такого формата сюртуки тоже уже никто не носят поэтому все это не актуально и будем отправлять в переработку стопроцентный полиамид состав прервали меня немножко по работе продолжаем дальше пин джакет пин джакет голубой пин джакет с белыми пуговицами знаете вот очень странно когда на пиджаке пуговицы другого цвета это сразу обязывает выбирать тебе либо внутрь белую светлую какую-то одежду либо для на низ одежду всем покажу куда я вас поставлю вот сюда поставлю должно быть такой пиджак нормальный в целом пиджак можно носить не знаю правда зачем он нужен будет здесь кому-то потому что в офисном варианте внешнего вида вряд ли здесь кто-то будет ходить только если на отдых приедут ну посмотрим пока оставлю если опять же будет не сильно много вещей здесь автономик классик 12 размер одежды вот потому что в целом х бэшный пиджак более-менее такой лаконичный простой вне времени оставим поехали дальше еще один пин а это даже не пиджак ого это плащ вера мода аудор посмотрим что у нас вера мода сделали маловатик и маловат мне будет конечно лацками до маловат мне будет ну в целом я надеюсь будет понятно как это сидит такой классический бежевый пин джакет не пиджак а этот плащ плащ да на кого-то сильно поуже и очень приталенный с к размер можно будет кстати тоже отвести машки потому что мне кажется машка по меньше меня размером ну или галия возможно галя уже кстати к весне подрастет что и рукава будут нормально она сможет в этом ходить поэтому это оставляем кладем по нашу стопочку вещей для того чтобы оставить и едем дальше что здесь еще опять брюки так что еще что-то что-то бархатное бархатное платье комбинация о не на это странная история бархатное платье комбинация вот с таким под грудью прозрачным кусочком ну нет это уже ту матч вот было бы просто бархатное без всяких вставок смотрелось бы хорошо а так ту матч у тебя и бархат акцентный и плечи открытые потому что он как майка сделал еще вот это вот часть причем эта часть в чем проблема ткань стрейчевая сетка тоненькая бархат плотный и это будет вот так вот портить фигуру что у тебя вроде бы все идет гладенько и ровненько в дом раз и какой-то провал некрасивую смотреться поэтому этот экземпляр отправляем на пенсию так дальше майка майки такие прикольно когда-то наверное было потому что это кружево кроша даже нет ну частично частично кружева кроша на какой-то атласный ткань а это не кружева даже это вышивка с прорезями смотрите на ткани сделали вышивку вот форме этих цветочков и прорезали дырочки где это было необходимо так из чего это у нас сделано это какой-то атлас что ли не понятно не пойму не пойму ну похоже что это какой-то вот атлас вот то есть сейчас вот спать в этом неудобно вот потому что это все задирается ходить как самостоятельную вещь это больше чем не актуально сейчас это будет даже вульгарно выглядеть поэтому от этого избавляемся дальше еще одна трикотажная вещь тоже кардиганчик тоже с какими-то сейчас с какой-то вышивкой странный непонятный но в общем в катушках еще до кучи 8 отправляем на переработку так что это вот это должна быть нормальная вещь так это просто long sleeve мамс я юс про мама просто белая белая кофта белая кофта плотненько хорошенько это оставляем это новогодняя пижама о божечки мои да это прям правда новогодняя пижама для знаете делают такие фотосессии угли фотосессия называется и знаете что она ни разу не ношеная и не стирана и потому что вот этот весь print он может быть будет видно может быть нет на камере короче это все сверху напечатано то есть это вот на один раз правда надеть и после стирки это конечно все отлетит к чертовой бабушке к сожалению но сделано интересно так один раз такой вот long sleeve оставляем поедем я надеюсь на новый год в москву как раз ребятам отвезем может быть они приспособят это на новогодние праздники так еще одна юбка у слышно резинка умерла ну я думаю понятно что мы с этим делаем даже нет смысла объяснять так платочек тоже непонятно кто это вообще будет носить и будет ли и когда будет но как-то так это могло бы работать но нет это не нужно никому так дальше очередная бархатная вещь тут прям фанат бархата тусовался так это что-то маленькое у галли видимо на этот новый год будет целый набор праздничных вещей да это такая микро микро не то пиджачок для боли рожки слишком длинная для пиджачка слишком короткая но в целом прикольно посмотрите здесь такое ну тоже вот опять же можно на какое-то платье надеть сверху как накидку имеет место я думаю как раз на галю потому что на мне не сходится далее это племянница моего мужа ей наверное 12 час примерно вот то есть я думаю ей зайдет такое бархатное разнообразие так еще одна юбка тоже непонятно кто это зачем это не таких количествах эти юбки покупал так вот так тоже конечно в этом уже никто хотеть не будет так о но это но это я думаю все знают в пятнах конечно вот эти вот шерстяные платки это конечно такой обычный простой вариант у вас не видно а у меня а у меня видно может так ну да немножечко видно вот здесь перфорация это вывязанный рисунок в чем прикол от этих платков не помню где их 100 точно в россии там придумали делать пуховые платки из подшерстка сделанные связанные ценность них была вот в чем они очень мягкие и не колятся и очень теплые и их одно время все очень любили носить он даже дырка образовалась ну да поедет он на мусорку вот их все очень любили носить покупали разных размеров разного качества вот этот недорогой экземпляр в дорогих было что там было очень такое аккуратное и сложное кружево вывязанная и она была вот как паутиночка такая при этом она не теряла несмотря на то что она была такая вся в паутиночку и в кругу в крупную она не теряла при этом своей теплоты потому что видел вот эту красивый рисунок вязки но при этом из-за того что она такая вся пушистая она очень хорошо грела я помню моей мамы был тоже такой платок со светло-серого по моему цвета или даже вот коричневато серого как от такого оттенка он был прям классный я у нее часто брала когда было холодно заматывала с ним сидела вот этот с дыркой уже поэтому отправляем на пенсию так так что это это тоже юбка с такой же жуткой резинкой нет времени объяснять погнали дальше так свитер из мохера о я помню было в моде вот такой мохер который вроде бы однотонный но в нем есть какие-то вкрапления и помню моя бабушка мне тоже вязала такой свитер но сейчас это конечно совсем не актуально но вряд ли это кто-то захочет носить поэтому избавляемся и вообще если кто-то сюда приедет то скорее летом так тоже какая-то цыганская свадьба из шторы кофта поэтому отправляем ее на пенсию к сожалению все это уже не актуально так это у нас что такое платок парео или штора непонятно а это какой-то паре ну да конечно в таком паре вот такой аппарат тоже уже никто не носит и вряд ли будет настолько огромное что даже как вот шарф ну может быть и имела бы место но конечно уже по цветам оттенком совсем не торт из чего этому сделанным скажите пувиль пувиль пулистер на какой-то неизвестное неизвестное название пулистера так очередная трикотажная кофта ну конечно тоже уже не торт очень-очень будет ставить всех женщин которые могли бы это в нашей семье надеть поэтому не будем им портить фигуру так и чем дм платье господи ну вы видите да вот этот подрез с каким-то складками даже не снимается жуткий полиэстер жутко мнется поэтому и цвет конечно вызывает вопросы отправляем на переработку это платье трикотажная из какого-то синтетического материала это же все в катушках поэтому отправляем даже не будем дальше разбирать так миллион шарфов я здесь кстати нашла вот эти шарфы помните они предполагались как мужские и были очень в тренде но они тоже сделаны из какого-то жуткого полиэстера и поэтому поэтому все закатались за время поэтому отправляем на переработку так так это сексуальная комбинация но который тоже уже резинки все подрастянулись поэтому отправляем на переработку дальше вязаная вязаная жилетка ну такой экземпляр тоже уже совершенно не актуален поэтому отправляем на переработку и девчонки кто вяжет вязаные вещи могут быть правда очень классные очень современные у меня мама сейчас как раз ударилась в тему вязания покупает себе совершенно разнообразную шерсть она что делает она смотрит современные тенденции именно в вязаных вещах у каких-то люксовых брендов смотрит из чего это сделано либо сама разбирается как связать точно также либо ищет где-то в интернете схемы вязки потому что мастерить сейчас очень много кто вяжет и кто повторяет вот именно вот эти люксовые супер модные вещи вязаные и мама делает то же самое у нее уже несколько костюмов свитеров она связала мужу своему тоже свитер очень совершенно потрясающий такой базовый классный свитер и из какой-то там тоже шерсти какого-то маленького там то ли олененка то ли пингвиненко я честно говоря в шерсти мало чего понимаю но вот вот именно вот этих подшерсток вот этих молодых зверушек очень ценятся потому что зверушка может быть молодой только один раз своей жизни поэтому вот это вот молодых зверушек шерсть очень ценится она дорогая вот из этой шерсти она связала ему свитер потрясно смотрится поэтому если собираетесь что-то вязать вяжите вещи так чтобы они прям вот были современные потому что к сожалению я я все понимаю что вот это связать не тривиальная задача ну понятно да что это сложно вывязать вот эти вот цветочки розочки да вот но такая вещь к сожалению она уже все как бы она устарела она несовременно и выглядит плохо поэтому хочется вязать умеешь вязать любишь и так далее пожалуйста только современное вяжите чтобы украшать себя одежда жена для этого и нужна чтобы украшать так дальше у нас экземпляр вот чуть-чуть более теплым передает она наверное такого цвета лосося на самом деле кофточка тоже уже и по дизайну несовременная и в катушках поэтому от нее конечно избавляемся надо попить водички сейчас еще немножечко поразбираемся и второе видео буду уже записывать чуть попозже пойдет второй частью потому что здесь конечно не на один час разбора и соответственно туда пойдут уже верха и верха низы так что у нас здесь у нас здесь яркий яркая толстовка левайс вроде как даже до настоящий левайс тоже оверсайз розовый цвет и так что с рукавами рукава нормальный пятен вроде бы нет тоже можно оставить как базовую вещь и есть у меня конечно вопросы потому что ну такой очень яркий вариант ну ладно вещь хорошая состояние хорошим даже такой условно бренд поэтому оставим так еще одна странная кофточка тоже было модно вот такие вязаные кофточки с коротким рукавом водолазка только с коротким рукавом и у меня вопросы потому что тоже у меня в детстве был такой набор было модно когда они были костюмчиками типа у тебя такая вязаная безрукавка или вот такая вот водолазка и сверху ты надевала еще в абсус облегающий кардиганчик и все вместе это было очень много и толсто но при этом не грела потому что понятное дело что сделано непонятно из чего вот и вот да сейчас у меня вопрос как это вообще носить было бы водолазка зеленая было бы нормально а так с коротким рукавом видимо поэтому ее не носили но ко всему прочему у нее цвет такой ну даже на видео видно что она прям как зеленка вот и она конечно уже тут вот затерлась от времени и такая уже видавшая виды хотя ощущение вот из-за того что это все резинка как будто ее не носили но при этом она уже так подустала лежа просто лежа поэтому отправляем ее на пенсию господи что это что это о еще один экземпляр но опять же в ту же серию вот этих вязаных вещей это правда промышленная вязка там же есть шильдик она вот так вот просвечивается это же жуткий колющийся полиэстер бренд какой-то уолес конечно уже вряд ли кто-то будет носить все кто сюда приедут приедут сюда в отпуск и что им нужно будет удобные джинсы или спортивные штаны футболки толстовки свитера если холодно все поэтому все остальное вот это вот праздничное уже конечно и и и офисная уже конечно никому не нужно поэтому от всего этого мы будем избавляться так это тоже что-то было видимо для того чтобы спать либо может быть как-то ходить тоже есть вопросы как ходить внутрь надеть футболку а вот здесь вот будут рукава прилегать это будет некрасиво потому что будет сильно видно надевать что-то с длинным рукавом а сверху вот такую это уже будет тепло как бы не на лето надевать на бюстгальтер странно надевать на пляж ну не хватает длины то есть она где-то там на середине бедра заканчивается и не закрывает попу поэтому есть конечно вопрос куда и как это планировалось и вот поэтому конечно избавляемся кружева здесь машины вот есть никакой ценности в нем нету и материал сам синтетика жуткая поэтому избавляемся хранить это конечно бессмысленно ухо так еще одна странная юбка она вообще судя по размеру размеру талии и длине она должна быть выше колена вот и сейчас конечно так уже никто не носит поэтому избавляемся хотя в целом хоть материал и такой вызывают вопросы но приятный при принт вызывает вопросы материал приятный и еще тут очень странная обработка края смотрите видите тут нет подгибки просто обработана оверлоком и кое-где подгибка есть вот соответственно это все будет видно при ходьбе и конечно это некачественно сделано избавляемся так ну и последняя вещь в этом видео следующее будет друг другое видео вторая часть расслабление под диваном синей комнате вот еще один вариант это наверное все таки больше водолазка чем платье упа да потому что либо это супер микро платье если она не на меня он даже не налезет так не растянется вот либо это микро платье либо это такая удлиненная кофта с горловиной достаточно широкой но уже тоже такое закатанное и странного цвета осенней листвы в общем поскольку мы все славяне и в основном зрительницы моего канала наверное славянской внешности проблемы вот в чем теплые оттенки вот такие охра идут очень небольшому количеству славянских женщин в основном комплементарно к внешности будут холодные цвета вот и дабы вещь вас не старила или как сейчас в инстаграме в нельзя грамме говорят в рекламе всяких приложений которые помогают подобрать цвет к твоему лицу вот мой парень говорит что в этой желтенькой кофточке я выгляжу ужасно я ему не верила а потом решила проверить вот в этом приложении и действительно предложение сказал что мне эти вот желтенькая кофточка мне не идет идет не не проблема не в желтой кофточке а проблема в том что у тебя славянский тип внешности и подтон красноватый и теплые оттенки любого цвета они будут выявлять на коже все неровности все недостатки все грехи а холодные оттенки тех же самых цветов красных желтых оранжевых будут сильно выигрышнее показывать лицо это опять же все про партнеретную зону все что там внизу как правило не играет роли хотя иногда бывает такой тип внешности когда это что внизу ну то есть там штаны юбка брюки тоже бывает отбрасывает настолько яркие цвета что отбрасывают тень на лицо это же лицо не очень выглядит поэтому нужно конечно в идеале разбираться со своим типом внешности и оттенками которые подходят ну или универсально не выбирать просто теплые цвета если у вас славянский тип внешности так заканчиваю это видео следующее будет с номером 2 второй частью расхламления чуть чуть позже все а я пойду выкидывать вот эту гору потому что гора гора получилось огромное у меня есть сумка икея в которой сейчас все это загружу и отнесу вещи на переработку все было рада побыть сегодня с вами спасибо что посмотрели пока пока